Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Собственно, прошу прощения за свое отсутствие в минувшую пятницу. Сегодня, как и было обещано, попробую реабилитироваться. Несколько мы обратим внимание еще на отчеты, которые имели место быть в четверг, разумеется, в пятницу, поскольку мы традиционно подводим итоги заключительного дня. Каждый брифинг сегодня понедельник. Говорим, собственно, о том, что случилось в пятницу. И, конечно же, говорим о том, что произошло на полях саммита G20, который, как вы понимаете, сегодня с открытия торгов, тоже, как и ожидалось, является основным катализатором финансовых рынков. Уже активы пришли в движение. Прежде всего, это движение характерно для сырьевых инструментов. Очень сильно выросла нефтянка. Я, друзья, говорил о том, что с, опять же, акцентом на возможный, вероятный, фундаментальный позитив, еще и с учетом техники, будет шанс сейчас сыграть на росте нефтяного инструмента, как минимум поддержать эти краткосрочные длинные позиции до 65 долларов за баррель. Сейчас как раз котировки 62,47. Неделя обещает быть очень жаркой, буквально разбирая основные инструменты. Это доллар. Мы ждем данные по рынку труда. Non-farm payrolls. Сначала статистика EDP. Куча отчетов по активности в производственном секторе. Разные оценки ISM. Маркет, индекс разгона инфляции. Это все, друзья, является дорожной картой, самым настоящим мощным базисным фундаментом, приближающим нас к декабрьскому заседанию Федеризирова и, соответственно, решению о росте процентных ставок. Поэтому, с учетом таких ожиданий, эта статистика нас интересует не только как отчет, который характеризует, скажем, один из секторов американской экономики, а как реальный сигнал того, что у Федеризерва уже, помимо планов поднять ставку в декабре, весьма актуальными являются планы роста процентных ставок уже в 2019 году. Сколько раз, друзья? Я не знаю, 3-4 раза, но нужно, конечно, еще дождаться 2019 года и там уже говорить по факту. Но я думаю, что с циклом, направленным на ужесточение политики Федеризерва, ничего не произойдет. Помимо доллара мы следим также еще и за канадцем. На этой неделе у нас тоже очень много отчетов. Кстати, сегодня производственный индекс важный релиз, потому что он предваряет, опять же, решение Банка Канады по процентной ставке. Заседание Банка Канады состоится в среду, друзья. Я думаю, вы все прекрасно помните, знаете, как бурно канадец реагирует на такого рода фундамент. Канадец тоже является одним из валютных инструментов, которыми мы спекулируем сегодня на росте нестянки. Мы наконец-таки получили рост канадца, не хочется, опять же, накаркать. Поэтому давайте потише будем говорить об ожиданиях дальнейшего ужесточения политики Банка Канады. Я очень надеюсь, если даже Банк Канады не примет решение о росте процентных ставок, кто даст понять через сопроводительные комментарии о том, что дальнейшее повышение – это неизбежность и приведет для этого несколько доводов, аргументов, которых покупателям должно быть достаточно. Кроме того, друзья, мы следим параллельно еще и за британцем. Мы прекрасно понимаем, что момент X, судьбоносный день для британской валюты, датируется в следующей неделе, точнее даже, можно сказать, вторник, по-моему, 11 декабря, когда будут пытаться проточить сделку, текущий документ, соглашение через парламент Англии. Я надеюсь, друзья, вы следите вместе со мной за британцем, вы знаете, что сейчас в центре обсуждения, вы знаете, почему это голосование будет самым важным. И я надеюсь, что вы знаете, почему на рынке сейчас очень много разговоров о том, что документ, собственно, через британский парламент не пройдет. Я разделяю точно такую же позицию, поэтому жду, собственно, мощной реакции. Ну, ближе уже, конечно же, к следующей неделе мощной негативной реакции для британц. Сейчас фонд будет жить только этой идеей. Все трейдеры, которые торгуют британцем, будут следить за новостным фоном, за отдельными комментариями, касающимися только того, удастся ли протащить этот документ через палату представителей Англии. Мы будем следить вместе со всеми. Но, несмотря на риск высокой волатильности, конечно же, перед таким важным событием настроения будут меняться и многократно. Важно, друзья, я не устаю повторять вам уже, уяснить, усвоить для себя позицию, как вы действуете по британской валюте. И здесь, может быть, даже излишни мои комментарии о том, что фунт, в принципе, обречен на оснижение, потому что, ну, признаю, есть шансы то, что британская валюта также может активно вырасти. Но с учетом того, что у нас уже накоплено по переговорам по брекзиту, насколько эти переговоры являются тяжелыми, я считаю, что Тереза, мы, в конце концов, не смогла выйти на те условия по брекзиту, которые устроили бы и оппозиционеров ее, и, может быть, даже однопартийцев. Поэтому, в конце концов, все самое интересное, друзья, у нас в следующий вторник. Я лично сохраняю короткую позицию и, как и раньше, предан неизбежности снижения британца к отметке 1.25. Сегодня, за чем мы следим, это в 17.30 индекс активности в производственном секторе, собственно, Канады. Дальше у нас в 18.00 индекс АСМ тоже в производственном секторе, индекс АСМ разгона инфляции. Казалось бы, торговая сессия понедельника обычно у вас ничего интересного, но эти релизы очень важны, друзья. Еще раз напоминаю, что американскую статистику сейчас вообще не нужно недооценивать, потому что эта статистика последняя, предваряющая заседание американского регулятора, последнее заседание в этом году. Заседание перед рождественским ралли и заседание, которое важно заключительным также для этого года решением о росте процентных ставок. Говорить тоже можно очень много по этой теме, но я надеюсь, что по доллару, друзья, вы сохраняете такой же оптимизм, как и я. Доллар явно демонстрирует то, что сейчас у него есть потенциал для роста, но, может быть, какого-то дополнительного гонька не хватает, чтобы оказать соответствующее давление на свои инструменты. Но важно то, что он не теряет против конкурентов много, из-за чего мы могли бы начать переживать. Доллар, наконец, друзья, признаем давайте это. И наша классическая торговая идея доллар-иена, она снова актуальна. Теперь давайте поговорим чуть детальнее. Нефтянка, как я уже отметил, восстанавливается. 62,47 уже текущие уровни. Невозможно, за последние минуты ситуация изменилась, но я думаю, что даже если изменилась, нефть еще больше подросла. Почему же сегодня такое интересное, активное открытие? В итоге мы наблюдали, почему нефть сейчас объединяет покупателей, почему нефть покупает, верит. Да потому что в эти выходные, собственно, хоть мы и не рассчитывали, друзья, мы говорили о том, что котировки нефти могут вырасти на этой неделе, действительно. Потому что могли бы появиться сигналы о потеплении отношений, собственно, между США и Китаем. Мы рассчитывали также еще и на заседание ОПЕК, которое состоится 6 декабря. Но в итоге оптимизм по поводу встречи, скажем, Трамп-Си, это лидеров США и Китая, произошло наше ожидание. Потому что в конце концов было принято решение, скажем, поставить на паузу торговую войну, продолжительность этой паузы 90 дней. В этот период Соединенные Штаты Америки не будут вводить новые импортные пошлины взамен на то, что Китай сделает все, что возможно и даже все, что невозможно. Попробует увеличить, собственно, экспорт США на территорию Китая, чтобы немножко выровнять торговый баланс. И Китай, в принципе, уже начал активно действовать в этом направлении, демонстрируя намерение и желание, в конце концов, прийти через какое-то время к окончательному, собственно, консенсусу, который позволит поставить точку вот в этом торговом протекционизме. Что же сделал Китай? Это полностью снизил, убрал опошлины на американские автомобили. Друзья, что это значит? Если мы раньше говорили с вами о том, что для рынка нефти есть две проблемы. Это рост предложения и потенциальное снижение темпов экономического восстановления мировой экономики. Соответственно, если два ведущих региона мира, это США и Китай, все-таки сейчас пытаются договориться, значит, отчасти, ну хотя бы на 90 вот этих дней снижаются опасения того, что мировая экономика будет терять так активно, как могла бы потерять, если бы этот конфликт обошелся без этой паузы и был бы сохранен в прежнем ключе. Соответственно, если у нас есть причина сейчас говорить о том, что мировая экономика, ну да, она просядит, потому что, как ни крути, Китай, исходя из еще и слабой макроэкономической статистики, еще из уже давно, даже до агрессивной протекционистской позиции США, столкнувшейся с трендом ослабления экономики, он будет воздействовать негативным образом на темпы экономического роста. Но сейчас у нас есть позитивный фактор, который позволяет говорить о том, что, вероятно, спрос на нефть будет проседать не так, как мог бы проседать, если бы конфликт сохранился. Поэтому сейчас в качестве основной причины, из-за которой мы сохраняем долгосрочные, друзья, вот это ключевое слово, прогнозы по нефти, я считаю то, что нефть окажется на еще более низких уровнях. Но вот этот локальный позитив я рекомендую вам, друзья, использовать не как возможность развернуться по нефти и ждать снова 100 долларов за баррель, а как лишь подаренную возможность перед Новым годом, собственно, выйти из длинных позиций по более высоким уровням. Сейчас сложился так фундамент, что есть хорошая база для роста котировок нефти. По факту встречи на G20 мы получили первый сигнал, впереди у нас 6 декабря заседание ОПЕК, в коде которого, возможно, будет согласовано решение о сокращении производства нефти. Насколько, не знаю, обсуждают разные цифры 1 миллион, 1,2, 1,4, 1,5 миллиона. Я думаю, что в лучшем случае это будет там что-то среднее, 1,2, может быть, даже поменьше. Но, в конце концов, если даже это решение будет принято, друзья, очень сильно котировки вверх это не утянет, потому что последние новые цифры по добыче указывают на то, что все-таки прирост за последнее время оказался гораздо более существенным, чем вот это предполагаемое и обсуждаемое сокращение. Мы с вами констатировали, что за последние полгода, даже подсчитали, только тремя ведущими регионами США, собственно, России и Саудовской Аравии добыча, им была увеличена больше, чем на 2 миллиона. Соответственно, ну вы понимаете, друзья, сравнивая показатель потенциального сокращения на 1,2 и ранее, предыдущий рост на 2, понятно, что все равно на рынке нефти будет больше нефти. И вот сейчас мне понравился комментарий к одной статье о том, что рынок постепенно начинает балансироваться, потому что Россия согласила производство нефти. Да, это так, Россия за последние 3 недели снизила добычу на 2 недели, точнее, на 40 тысяч баррелей до текущего показателя 11,37. Ну, самое интересное, что Штаты за это время увеличили добычу на 100 тысяч до 11,5. И тоже простая математика говорит о том, что для рынка нефти все-таки очень много проблем. И сейчас этот рынок позиционно нужно рассматривать только в качестве медвежьего, на котором продолжается нисходящий тренд. Но пока что у нас есть возможность поспекулировать на договоренностях и уже руководствуясь опытом того, что участники рынка обычно покупают нефть перед заседанием ОПЕК, я рекомендую держать каткосрочные длинные позиции как минимум до 65, друзья. Рубль 67, я не думаю, что очень сильно картина по рублю изменится, потому что у нас давно уже в качестве факторов слабости на рубль была обозначена не только нефть, мы видели много причин. Я не хочу, друзья, повторяться, можете пересмотреть предыдущие брифинги. В общем, по рублю цель остается прежней, я вижу только лишь возможность его слабости и против евро, и против доллара. Доллар иена 113.50, очень долгое время мы уже зажаты в довольно узком диапазоне, но доллар копит силы для того, чтобы показать больше роста, и на этой неделе у него достаточно факторов поддержки, фундаментальной, чтобы все-таки снова протестировать сопротивление 114 иен за доллар, оказаться выше. Сейчас, кстати, для доллара нет никаких геополитических рисков. Раньше мы говорили о том, что любой слушавший либо комментарий о усилении торговой неопределенности между США и Китаем тут же повысит спрос на защитных активов, конкурентов доллара, на иену и доллар в результате этого просядет. Сейчас, как я уже отметил, пока что у нас все в позитивном ключе в плане глобальных геополитических рисков. Мы только лишь фокусируемся на статистике и ждем, собственно, друзьям Non-Farm Pearls, которые, я думаю, вряд ли разочаруют. Личные расходы, личные доходы, это отчеты прошлого четверга порадовали. Рост 0,2% до 0,6% до 0,5%. Соответственно, те, друзья из вас, кто все-таки считает, что последние комментарии Джерома Пауэлла были мягкими, я еще раз напоминаю, что представители американского регулятора, в целом, федеральная земная система все-таки больше ориентируется на достижение показателем инфляции, точнее, достижением ключевых ставок, фондирования неинфляционного уровня, который находится в пределах текущего уровня безработицы. То есть вы понимаете, что это гораздо выше нейтральных процентных ставок. И, соответственно, после того, как в четверг вышли протоколы американского регулятора, трейдеры еще раз убедились в том, что ставка ФРС на ужесточение политики сохраняется, в принципе, это практически единогласно. И можно сказать, что протоколы реабилитировали доллара и снова позволили поверить в его рост. Я надеюсь, что вы, друзья, все-таки не предпочли изменить свои прежние позиции и так же, как и оставите на его еще большее укрепление. Кстати, на этой неделе у нас также выступление с Жеромом Павловым. Ну, не знаю, сможет ли он нас порадовать новыми комментариями, потому что очень много участников выступает в последнее время. Наверное, ничего нового он не скажет. Евро против доллара 1,1350. Здесь риски, пожалуй, причины слабости можно перечислять. И, возможно, даже не хватит пальцев рук. В целом, это и риск ввода тарифов на авто со стороны США. Кстати, вот аналитики Барклайс подсчитали, что ВВП еврозоны, в случае, если Трамп примет такое решение, просядь примерно на 0,5%. И все потому, что автомобили для Евросоюза это 33% всего профицита США. И, ну, тоже, мне кажется, очень такая доходчивая математика, указывающая на то, что это риск ни в коем случае не нужно недооценивать. И я думаю, то, что, в конце концов, как активно Трамп в последнее время взялся за защиту национальных автопроизводителей, помните еще и историю General Motors, я вам рассказывал на прошлой неделе. Я думаю, то, что до Европейского Союза тоже дойдут руки, и эти пошлины будут введены. Статистика слабая, я продолжаю на нее делать ставку. В пятницу у нас вышел отчет по индексу потребительских цен. Это показатели инфляции, главный рензир для Европейского Центрального Банка по изменению политики. Инфляция, друзья, базовая, снова просела с одного и одного до единицы. Соответственно, Европейский Центральный Банк снова напрягся и прекрасно понимает то, что рано еще вставать на путь других регуляторов, которые начали ужесточать денежно-кредитную политику. Есть еще вынужденная необходимость повозиться с инструментами мягкой экономической политики и ждем, собственно, заседания ЦБ, ждем, что будет с программой количеством смягчения и ждем анонсированные сроки повышения ставки. Думаю, что очень скоро это решение, собственно, грянет на рынке. И не забывайте также про дисциплинарную процедуру отношений Италии, несмотря на отдельные заявления Италии о том, что есть намерение, есть желание все-таки найти компромисс с Еврокомиссией, договориться по дефициту проекта. Друзья, ну, дальше слов в дело не идет. Поэтому, в конце концов, Еврокомиссия, ну, какой-то есть предел, запас прочности, точнее, терпения. И, соответственно, я думаю, что в ближайшие дни мы можем получить доказательства того, что компромисс Еврокомиссии Италии найти не удалось, а дисциплинарные меры в итоге будут установлены. Поэтому по евро я не вижу причин, как и раньше покупать этот инструмент. Напротив, я предлагаю вам держать только короткие позиции. Уровни, друзья, я подходящих не вижу. Я скажу вам так, любые текущие котировки с учетом такого фундамента подходят для того, чтобы открывать короткие позиции. Фунт против доллара, уже в двух словах сказал, 1,2771 текущие уровни. Но все будет зависеть от того, как участники рынка станут реагировать на новости по Брэкзиту и соглашению. Все будет упираться в слухе о предстоящем голосовании в парламенте Англии. В целом, уже оппозиционирование озвучено. Я считаю, что фунт потеряет и надеюсь, что участие удалось вас в этом убедить. Доллар канадец 1,3213. Поддержку канадцу оказывает сейчас восстановление цен на нефть. Мы ждем заседания Банка Канады в эту среду. Надеюсь, что последних данных по инфляции и темпам экономического роста будет достаточно для сохранения канадским регулятором жесткой риторики. Я жду, собственно, что и в эту среду канадец сможет получить поддержку и приблизиться к отметке 1,30. По австралийцу 0,7363, по новозеландцу 0,69. Бурный рост сегодня с ГЭПом демонстрирует эти инструменты. Опять же, следствие достигнутого перемирия в отношениях и в торговом споре между США и Китаем. Друзья, я думаю, что, наверное, дальше рисковать сразу с двумя этими инструментами не имеет смысла. Я бы рекомендовал вам все-таки новозеландцы сейчас прикрыть и оставить в арсенале только австралийцы. Будем смотреть, как ситуация станет развиваться дальше. Напомню и добавлю еще раз то, что договоренности это не стопроцентный, скажем, базис того, что США и Китай все-таки окончательно уселись за стол переговоров и дальше будут только искать возможности, согласовывать возможности урегулирования этого торгового спора. Может произойти так, что они выйдут из-за стола, друзья. И, опять же, текущая договоренность это всего лишь временное перемирие. 90 дней. За эти 90 дней может много чего произойти. Если Китай будет не такой податливый, как хочет что бы США, так вот, по истечению первого квартала 2019 года мы снова с вами упремемся в эти глобальные риски, связанные с ростом неопределенности из-за усиливающегося конфликта торгового характера между ведущими экономиками мира. Но это уже, скажем, история нескорая. Друзья, на этом, собственно, все. Напоминаю, что сегодня мы с вами также увидимся еще в 16.30 по московскому времени. Традиционный вебинар в районный понедельник. Будем обсуждать все самые интересные недели минувшие. Поговорим детально об отчетах недели предстоящей. Хороших вам забегов, скажем так, трейдерских на 5 полноценных торговых дней. Буду держать вас в курсе каждый день в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через перескоп запись. Также мы тут же выкладываем наш канал на YouTube буквально через несколько минут. Поэтому можете уже просматривать, если в этом есть необходимость, если есть желание, брифинги именно там. На этом все. Всего доброго. До свидания.